Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйха. Сегодня у нас продолжается пост и молитва общинская. Вы помните, да? Сегодня в хаотической чуть больше половины того времени, которое мы объявили, и каждый может присоединиться. Я сегодня возьму интересный отрывок из книги «Исход», и он будет базовым текстом для послания в свете общепроисходящего в Украине и событий последних дней. Я надеюсь, что это станет основой для нашего понимания лично для себя и для страны, в которой мы живем. Но перейти к этому, я сделаю маленькое лирическое отступление. Вы не против? Одесская притча. Небольшая. Турист из Вашингтона, выходя на привокзальную площадь, спросил проходящего мимо Одессита, как пройти к Потемкинской лестнице, где снимали знаменитый фильм. Одессит посмотрел на него. Сперва вы пойдете вперед, через два квартала следите налево, потом еще через два квартала направо, пройдете десять кварталов, у памятника снова направо и немного вниз. Но я так бы не пошел. Вы скажете, и к чему? Исход тринадцатая глава. Мы начнем с этого, по-одесски. Я бы так не пошел. И вот когда фараон отпустил народ, Господь не повел его по филистинской дороге, хотя это и близко, потому что сказал Господь, чтобы не передумал народ при виде войны и не вернулся в Египет. Повел Господь народ окруженным путем, по пути к Тростниковому морю, оснащенными для войны, вышли сыны Израиля из земли египетской. Исход тринадцатого глава, семнадцатого по восемнадцатый стих. Я читал как раз перевод из Танаха, еврейский перевод. Я сделаю еще один, зачитаю еще одно место в современном переводе, уже как бы из Библии, которую многие-многие читают. Когда фараон отпустил народ из Египта, Господь не дал им пойти по дороге, ведущей в землю филистинлянскую по берегу Средиземного моря. Хотя это был самый короткий путь. Господь сказал, если израильтяне пойдут по этой дороге, им придется и воевать, и тогда они могут передумать и возвратиться в Египет. Поэтому Господь повел их другой дорогой через пустынную Красному морю. Израильский народ был облечен, облачен в военные доспехи, когда выходил из земли египетской. Две вещи. Когда они выходили, мы понимаем, это был исход в торопях, они выходили, чтобы достичь земли обетованной. И здесь Танахи, Библия подчеркивает, что они вышли вооруженными, в доспехах, готовы воевать за свое правое дело, отстаивать землю, которую Бог обещал отцам. Правда? Так написано. Они вышли в доспехах. Но когда они пошли по тому пути, который был самый короткий, а Господь взял и повернул их. Хочу напомнить для всех нас, что дела Божьи всегда целенаправлены. Или нет? У Бога есть цель. Целенаправлены. Или можно сказать умышлены. Что-то Он делает, что делает умышленно. Имеет определенную цель, и Его Слово не возвращается к Нему тщетным. Ни одно Его Слово не возвращается к тщетным. Когда мы думаем, что знаем, что Бог делает, в то же время Он уже творит то, чего нам еще неведомо. Когда мы думаем, что мы знаем, что Он делает, оказывается, мы еще не поняли, что Он сотворил. Когда Он что-либо делает, Он нас вводит в курс, но в то же время не посвящает свои дела. Я хочу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Когда умышленно Бог творит что-то, что нам кажется, будет понятно, но Он нам ничего не говорит. Но если что-то сказал Он нам о том, что Он делает, в то же время мы ничего не поняли, что Он творит. У Бога есть намеренная цель, которая нам вообще никогда неизвестна. Мы немножко проходили это в прошлый шаббат о жизни Иова. Помните? Синдром Иова. Если это намеренное действие, то Он не ставит нас в известность. И если Он что-то делает, это означает, что Он не стоит на месте. А если Он что-то делает, то без нашего ведома. И если умышленно Он ничего не делает, если мы так думаем, что Он ничего не делает, Он уже творит что-то, чего нам неизвестно. А если Он намеренно ничего не делает, то умышленно ничего делать не будет. Вы скажете, Ребе, вы совсем нас запутали. В этом-то есть смысл. Мы с вами должны благодарить Бога, когда Он творит что-то в нашей жизни. А также благодарить, когда ничего не происходит. Так как, когда ничего не происходит, Он уже заранее что-то приготовляет. Мы все эмоциональны. Каждый из нас эмоциональный. Особенно, когда мы видим, что Бог что-то сделал. И мы встречали таких людей. Хочешь, я тебе скажу, что Бог сделал. И нас переполняет эти эмоции. Мы славим, благодарим Бога. И говорим, слава Богу, что Он вышел навстречу. Такая ситуация была. И то, и другое. Но есть ли тут люди, тут люди, которые славят и благодарят Бога ни за что? Просто поют, славят Бога вообще ни за что. Топают, смеются, ликуют. За то, что вообще ничего не происходит. Задал хороший вопрос, да? Ну, конечно, как говорят, петь без причины, кричать без причины. Топать без причины – это признак мессианской общины. Да и аминь. Без причины. Нам не нужна причина славить Бога. Люди спрашивают меня часто, особенно звонят, пишут мне и за границей. Мне вчера написали из Бразилии, молятся за нас. И говорят так, какая перспектива Украины в вопросах современной политики? Вообще, какая перспектива? Какая перспектива у верующих в Украине в это время беспорядков? Хорошо. Давайте разберем, что такое перспектива. Это не только какая-то возможность. Потому что мы часто говорим, какая перспектива. Какая-то возможность. А я ее немножко перефразирую. Можно, да? Перспектива – это место, с которого ты видишь и определяешься то, что ты делаешь. Непонятно. Где ты сидишь, определяя то, что ты видишь? Те люди, которые там сидят, они определяют то, что они видят. Те, кто сидят ближе, они определяют то, что они видят. А то, что ты видишь, определяет то, что ты будешь делать. Это перспектива. Потому что те, которые сзади, не хотят выходить вперед, танцевать, потому что они сидят далеко. Их перспектива совсем другая, чем те, кто сидят ближе и сразу включаются в действие и делают что-то. Что такое перспектива? Знаете, что это значит? Что я не всегда понимаю, что Бог делает, так как не вижу, как Бог это видит. Другими словами, я не вижу, так как я не сижу на том месте, где сидит Господь, и то, что Он видит, я не вижу. Если я вижу холм, Бог видит за холмом, что происходит. Если я могу увидеть сегодняшний день, прочитать, у Бога есть видение на завтрашний день, что будет завтра. И поэтому у меня и у вас полное недоумение о происходящем вокруг нас сегодня, так как Бог уже творит то, что с нами и с нашим завтра, что начинается сегодня. Это перспектива. то, что с нами, кажется, происходит, не то, что мы видим, что будет происходить завтра, с Божьей перспективой. И то, что кажется нам возможным, с Божьей перспективой, это может быть западня. И то, что нам кажется успехом, у Бога это полный провал. И даже если нам хочется, чтобы Бог нам сказал, да, 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 делай, сынок, доченька, нужно, а Он ради нашего завтрашнего нам ничего не говорит. Вы скажете, какой конфуз, какая-то непонятная мистерия, тайна Божья. Некоторые проблемы, встречаемые нами, становятся нашими возможностями. Есть люди, которые потеряли работу. Это большая проблема. Но эта проблема толкает их на поиск работы, которая дает им в этом возможность расти по лестнице успеха. Если бы молодой человек не потерял работы в магазине, он не пошел бы на курсы 12 шагов или там, как бы там, шаги, да, есть. Не выучился бы на компьютерщика, не стал разработчиком, а через время получил работу, уехал из Соединенных Штатов. Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Трудно, трудно. Некоторые проблемы, встречаемые нами, становятся нашими возможностями. А возможности, которые у нас есть, становятся нашим бремем иногда. Мы говорим, о, это возможность. Беремся за нее и думаем, куда ее деть, эту возможность потом? Трудно бросить, знаете, как тот чемодан без ручки. Вот почему важно осознать и принять местописание, которое написано в Откровении Иоанна 3, глава 7 стих. Говорится об Ишуа, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто. Потому что мы не понимаем и не сознаем о Боге. Можем ли мы благодарить, можем ли мы благодарить Бога за закрытые двери? А хотим ли мы? Стучимся, стучимся, стучимся в эти двери. Они закрыты. А мы думаем, что мы такие нехорошие. Нехорошие. Что-то у нас не так. Может быть, не молимся так. Может быть, не 24. Может быть, команду не создали, чтобы молиться против этих закрытых дверей. А то, что он закрыл, никто не откроет. С перспективы, например, Мириам и Марфы. Помните эту историю? Когда она, нет ложки, посылает людей быстро-быстро позвать Ишуа. И потому что, понятно, брат болен, умирает, а Ишуа что? Не торопится. Еще два дня потянул времени. У нас беда, у нас ситуация. Ишуа, брат наш болен. А он говорит, подождет. Вы представляете? Вы звоните в общину. Лора поднимает трубку. Вы говорите, болит. Позовите Ребе. Старенького Ребе. Чтобы он уже, как бы, в нашей синагоге песни популярные. Вы кричите, больно? В ответ. Подождите еще два дня. Знаете, что бы следующее было? Я, наверное, бы она услышала. Я иду в другую общину. Тут ситуация очень интересная. И Ишуа говорит, ничего. Для него дня, а для Лазаря уже четыре прошло. Люди видели сегодня, как лишь вопрос решить проблему. Но Господь смотрел на четыре дня вперед. То, что для нас неотложное дело становится, то для Бога нет нужды в спешке. Ой, Боже, почему не сейчас? Для Нему некуда спешить. Вы говорите, что Лазарь уже умер, а мне кажется, что он заснул. Мы иногда не понимаем те вещи, которые Бог делает. Контекции, которые я же зачитывал, исходы, это также как раз вот и звучит. Книга «Исход» называется «Исход», потому что кто скажет мне? Захотели выйти, вышли? Избавление, двери открыты, то есть выход. У нас есть тоже, там написано «выход». Выход. И Господь указывает в этой книге на одну простую вещь. Выход из рабства и гнета. Вся книга говорит о том, что глухих тупиков нет. Вся книга «Исход», любите читать, там ситуации очень такие неадекватные происходят, да? И люди бастуют, и еды не хватает, очень много вещей. И вся книга говорит, тупиковых ситуаций не будет. если Бог – это Бог Исхода, тогда я могу точно сказать, я не буду в западне или в тупике. Не будет такой ситуации, где я буду полностью разоружен и, как бы сказать, в падшем состоянии. Аминь? Нету. Даже если чувствую, что попал в сеть. Есть такие люди, что попал в сеть. Даже люди говорят, тебя просто развели. Как лоха, да? Развели тебя. Возможно, уже и ты на самом деле, тебя уже в тупике, ты стоишь. Но если Бог разделил Красное море и провел свой народ, неужели Он даст меня фараону в рабство обратно? Нету тупиковых у Бога ситуаций. Отчаянные люди для меня – это люди, которые не имеют откровения о Боге, у которого есть вариант выхода. Он всегда есть. у вас, как пастор сказал, у вас две есть ситуации, когда молиться. Да? Когда хорошо и когда плохо. Все две, больше ничего. Знаете, когда Авраам получил откровение от Бога о рабстве и его наследии, наверное, он не удивился. Конечно, это же не с ним произойдет. Когда-то твой народ, твое наследие его забил в рабство, они будут там находиться долгое время. Но Бог позволил наследию Якова находиться в рабстве под давлением, унижением, эксплуатацией очень долгое время. Пока они не стали просить его вывести такого состояния. Друзья, услышите? Бог говорит Аврааму, твой народ будет в рабстве. но они находились в этом рабстве, пока они не стали кричать. Народ дошел до кондиции, когда начали вопить к Богу о выходе из таких невозможных обстоятельств. Знаете, что во время, буду говорить, в прошлое время, мало кто сегодня из молодого поколения могут представить, что прошли люди, которым, например, сегодня 80-90 лет. Буквально недавно, совсем недавно это было. Мы сегодня празднуем 30 лет независимости Украины, там, как мы праздновали, даже государственные чиновники просят религиозных лидеров, расскажите, как это было во времена красного террора. давление, унижение. Расскажите, что в свободной Украине, да, или в других странах постсоветского пространства у нас все-таки есть свобода слова, вероисповедания. Люди во время красного террора вопили об избавлении. Преследование, гонение, унижение, насмешки толкали наших родителей и нас на молитву об избавлении от коммунизма. Друзья, услышите меня. Сегодня кто-то думает, это какая-то эфирия, это коммунист, социализм, это часть того мира, в котором мы жили, где-то мы не знаю, недоступного, наверное, светлого коммунизма, к которому мы шли. Мы куда-то и шли, но непонятно было, у нас светло и нет. Для молодого поколения это непонятная идея. Даже мои дети, когда мы говорили, вот во время коммунизма, там когда в старое время, они говорят, папа, что это такое? Что ты нас пугаешь этим красным террором и коммунизмом? Так скажите мне, пожалуйста, разве Бог вывел и разрушил империю зла, чтобы нам туда возвращаться? Разве это? Я хочу сказать, что Бог позволит тебе жить в тех условиях, к которым ты привыкаешь. Мы бы, как верующие, привыкали к тем условиям. гонениям, унижениям, молитвам по ночам, ранним утром или вечером, в степи, в лесах, в холодные, морозные времена или жаркие, где-нибудь, маленьким количеством, или большим количеством. мы привыкали жить в тех давлениях и унижениях, в которых мы жили в Советском Союзе. Но мы всегда просили свободы. Почему? Потому что той перспективы, которую мы хотели видеть, с той позиции, где мы видели, мы не видели, как Бог видел бы эту свободу. Мы молились, чтобы проповедь Евангелия была открытой. Пришло время. Если каждый из нас привык не жить на том состоянии, где они, вот, в рабском состоянии, Бог будет с нами работать тогда, где мы будем рабами. Он будет с нами. Но если мы будем мыслить по-другому, мы можем служить одному и тому же Богу, но переживать его по-разному. Мы служим одному и тому же Богу. Один Бог но опыт у каждого из нас с этим Богом будет по-разному. Что я имею в виду? Давайте вспомним Назарет. Ишуа оттуда был. Помните, да? Он был из Назарета. Поэтому сегодня говорят Ишуа Бен Ацхи из Назарета. Он пришел в свой город и вдруг написано, что он не смог сотворить там много чудес. Почему? Почему он в своем городе не смог сделать чудеса? Конечно, у людей не хватало веры. А почему не хватало веры? Одни говорили, не плотников ли он сын? И мать его с нами, и братья. Типа о чем? О чем я говорю? Одни получили свое исцеление, другие не получили. Одни видели в нем Машиеха, другие видели в нем сына плотника. Если получили откровение сегодня. Если ты смотришь на Ишуа как сына плотника или на плотника, тогда что-то он в твоем доме исправит еще. Но если ты смотришь на него как Машиеха, спасителя, тогда он исправит твою жизнь. Услышьте две разные позиции. Мы можем верить в одного и того же Бога. Мы служим одному и тому же Богу, но опыт, который мы приобретаем от наших отношений, взаимоотношений с ним, будет как бы проектировать, что мы получим в конечном результате. Жизнь Моисея изменилась при встрече с Богом. В пустыне. Помните эту встречу? Он и шел просто и увидел говорящий куст. Горячий и говорящий к нему. Слава Богу, что это не в современной медицине. Это имеет свой контент. В то время это еще было нормально. Сегодня это уже было бы какой-то особенный диагноз. И Бог увидел Моисея и сделал его предложение. Он начал с него убеждать в его призвании. Вы замечали, нет таких вещей? Что очень часто Бог пытается нас с вами убедить в нашем призвании. Через чудеса, через общение, через разговор, через не знаю, какое-то видение с привидениями. Он начинает с нами работать для того, чтобы сделать нам предложение, от которого мы не должны отказаться. Но я хочу сказать, призвание это тогда, когда мы, которые себя так сильно любим, свое эго, свое я, свое наслаждение, которое в этом мире, отказываясь от него и говорим на Богу да и веди меня, как ты хочешь. Этим призванием для нас становится, когда мы отказываемся от своего я и говорим Богу, что мне дальше делать? А знаете, что Бог хочет, чтобы делать? Он потом иди, освободи мой народ. Вы думаете, другое какое-то призвание у вас еще есть? Участником в свободе. Для каждого человека, верующего в него, когда мы отказываем свое я, идем к призванию, которое Бог имеет для нас, а это призвание высоводить, освободить людей, которые под гнетом, которые находятся в плену Египта, рабами этого мира, участником свободы. Бог умеет убеждать. Вы согласны с этим, нет? Бог сильно умеет иногда так убеждать, что иногда тошно становится. И мы говорим, хватит, хватит, все понял. Отказывайся свое я, куда поведешь? Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И помните, я уже проповедовал, а куда же он пошел? Куда он идет? Ладно, Моше говорит, согласен, все убедил, иду их освобождать. Приду к ним, поклонюсь и скажу, Бог отцов ваших посылал меня вас освободить. Ты понимаешь, что там они уже среди многих богов и идолов там живут, они меня спросят, а как его зовут? Что мне сказать? Вот я уже с тобой здесь общаюсь долгое время, ты его убеждаешь, а я до сих пор еще не понял, как тебя зовут? Что мне им сказать, если я не знаю, как тебя зовут? И Бог говорит, но я есть. Ну и я есть. И что? Вот стою, никуда не хожу. Что? Как тебя зовут? Вот я есть. Ну хорошо, понятно, есть. А есть, то им как сказать? И знаете, там идет как бы понятно, что я есть сущий, то есть Егова. А это означает, я есть, кто я есть. В то время, когда тебе нужно, чтобы я был тем, кем я должен быть, то время, когда тебе будет сложно, я буду тем, кем ты нужен, чтобы я был. И он короче сказать Егова. Понятно. И самое главное, это имя ассоциируется с заветом. Он Бог завета, завета вечного. Бог говорит, я положил завет вечный между тобою и мною. Имя Егова это завет вечный. И другими словами, Бог говорит, я есть, то я есть, я буду кем, я должен быть для тебя в то время, когда тебе необходимо, чтобы я был тем, кем я буду. Что это означает? С какой позиции ты будешь смотреть на ту ситуацию, которая произойдет? Ты должен знать, что я есть. Завет вечный. Когда ты говоришь, Богу дам, а мы все, кто здесь присутствующий, надеюсь, сказали в один момент, да, он вступает с тобой в кровный завет. Когда мы говорим Богу да, даже во время исхода, он говорит, вы сделайте вот то, что я вам говорю, в этот же вечер, да, вы принесите ягненка, пролейте кровь, поставьте эту кровь на косяки. Я Бог завета. И фактически через пролитие крови происходит заветный завет. Причиной преследования народа Божьего египтянами у Красного моря была лишь одна. Они следовали, то есть Израиль следовал за Богом. Бог дал им и это послание через Моисея. Они послушались и пошли. Я еще раз зачитаю вам этот момент. Когда фараон отпустил народ из Египта, Господь не дал им пойти дорогой, ведущую землю филистимлян по берегу Средиземного моря. Хотя это был самый короткий путь, Господь сказал, если израильтяне пойдут по этой дороге, им придется воевать, тогда они будут, тогда они могут передумать и возвратиться в Египет. Они были одеты, они были готовы воевать, а Бог видел дальше, чем они были готовы. Он говорит, если они пойдут, они увидят войну, они начнут воевать, и чтобы не воевать, вдруг они передумают из-за страха вернуться обратно в Египет. Давайте будем искренними. Что делать, когда твое согласие подчиниться Богу приводит тебя к огромной проблеме? Твое согласие следовать за Богом приводит тебя к огромной проблеме. Что я имею в виду? Я же зачитал этот стих. Бог выводит Израиль и знает, что они могут струсить. И написано, что Он повернул и повел их к Красному морю. У Красного моря они пришли, уперлись, и вода. Везде вода. поворачиваются, а сзади армия. Что делать, когда ты сказал Богу да, и Он тебя приводит к проблеме. Израиль приходит, и перед ним проблема моря. Приходит, Бог приводит туда, поворачивает, а сзади тоже проблема. там враги сжатят крови. Может быть вернуть тебя обратно, может быть не убить, вернуть рабскую силу обратно. Скажите мне, кто привел Израиль к Красному морю? Бог, которому они поверили. Все истории и опыт пересечения Красного моря связаны с конкретным откровением. Бог повел их этой дорогой. Вспомните вашу жизнь. Вы подсказали Богу да. И когда вы сказали да по жизни, вдруг вы наткнулись на проблему. Кто вас туда привел? но знаете, что происходит тогда, когда мы приходим к этой ситуации? То же самое, что происходило с народом, который встретился с проблемой. Они сразу забыли, кем они были буквально недавно, несколько дней назад. Дней минувших, которые у них были, они забыли. Они забыли рабство, унижение. Как многие люди забывают, красный террор, голодомор, депрессивный, светлый коммунизм. Мы забываем через время. Народ Израиля роптал как можно сильнее. И многие люди сегодня ропщат. на постсоветском пространстве. Но что делать? Моше, что делать? Как говорится, водил Моше Израиль последующие 40 лет за нас по пустыне. 14 глава. Когда фараон приблизился, сыны Израиля подняли глаза, и вот идут за ними египтяне. И очень испугались. И вызвали сыны Израиля к Господу. Потому что они вызывают к Богу. И потом говорят Моисею. То есть они говорили, сначала кричали Богу, потом Моисей. Разве в Египте могил не хватало, что ты забрал нас умирать в пустыню? Что ты с нами сделал, выведя нас из Египта, из дома рабства? Кто знает, что Советский Союз называли в мире дом рабства, империя зла? Народы, которые были, не могли выражать свои все чувства, которые они имели. вероисповедания, свободу слова, мыслей. За любой анекдот тебя могли отправить в ГУЛАГ. Разве не говорили мы тебе в Египте? Оставь нас, лучше служить египтянам, чем умирать в пустыне. И сказал Моисею народу, не бойтесь, стойте и смотрите, как Господь вас будет сегодня спасать. Ведь египтян, которых вы сегодня видите, больше не увидите вовеки. Господь будет воевать за вас, а вы сохраняйте спокойствие. Дорогие друзья, послушайте, хочу сказать, что иногда ничего не делая, просто стоять для того, чтобы смотреть, что будет, нужно много веры. Больше, чем когда мы что-то делаем. Потому что когда что-то мы делаем, мы себя убеждаем, что то, что мы делаем, это правильно, мы делаем по вере. А тут Бог говорит, стойте, стоять спокойно и смотрите, как Бог будет это все менять. и вдруг Бог использует уже привычный для Моисея инструмент. Инструмент, который использовался в собственной жизни. Моше носил этот инструмент с собой, будучи пастухом. Это инструмент обычного обихода. То, что привычно, необходимо для существования. то, на что опираешься, чем ты сражаешься, то, что поддерживает твой баланс, то, чем ты отгоняешь врагов, он использует инструмент под названием посох. У каждого из нас есть инструмент ежедневного использования. То, что дает нам баланс, то, что дает нам силы, то, что дает нам надежды. Это называется молитва. Но сейчас этот инструмент в руках Моисея станет дорогоукладчиком. Там, где нет пути, станет магистраль не для побега, а для перехода и избавления. Избавления тех, кто преследует тебя. Тех, кто хочет нас вернуть обратно в страну рабов, Моше говорит, вы больше не увидите. И сказал Господь Моше, что ты взываешь ко мне? Скажи сынам Израиля, пусть двигаются, начнут идти, двигаются с места, а ты подними посох, протни руку к морю, рассеки его, и пройдут сыны Израиля по морю как по посоху. Мы просто понимаем этот эпизод истории как будто Моисей разделил это море. Мы привыкли так. Мы возможно так представляем себе, но давайте посмотрим, что Писание говорит, что происходит в этом моменте. И двинулись, послушайте внимательно, и двинулся посланник Божий, так говорится, об ангеле Божьем, идущий перед станом Израиля и пошел вслед за ними, двинулся обычным столбом, идущий перед ними и стал вслед за ними. И пошел между станом Египетским и станом Израиля. Было облако и тьма, и облачный столб светился ночью, и оба стана всю ночь друг к другу не приближались. Бог Бог, который впереди нас, за которым мы следуем, способен обратить, пойти сзади нас, стать между нами и нашими врагами, чтобы мы не соприкасались. У нас есть зона соприкосновения. Бог станет за нами. Бог, ведущий тебя так, как ему угодно, Он ведет тебя, как ему видно. При твоей панике, которая у тебя есть, непреодолимых препятствий, знает, как стать позади тебя. Не нужно ему указывать, что делать, Он знает, как стать позади тебя. И не допустит вмешательства в то, что Бог делает посреди ночи. Как я уже говорил в прошлый шаббат, когда говорил о синдроме Иова, что Сатан знал, что Бог окружил Иова и все его имущество кольцом, окружил его безопасностью, потому что Сатан знал и испытал это на себе. Не Бог сказал, посмотри, я поставил границу, а именно Сатан говорит, я знаю. А без доверия угодить Богу невозможно, поскольку всякий входящий к Нему должен веровать, что Он существует и вознаграждает ищущим Его. Каждый из нас имеет молитву. Это послание я зачитал евреям 11 глав 6 стих. Нам нужно доверие Богу, как Моше доверял Игове. Сегодня, буквально несколько часов назад, мы читали, Восток выдвинул ультиматум и дал Западу неделю обдумывать последствия. Но у Бога есть ответ. Мы с вами не знали, что пойдем этим путем. Никто из нас не предполагал 30 лет назад, что мы пойдем этим путем. Вроде бы мы готовы были дойти к нашей цели мира, безопасности, успеха, богатства, жить, как в Европе, буквально рукой подать, как сделали некоторые наши содружеские республики. Мы не предполагали, что мы пойдем этим путем и вдруг Бог, зная, что мы не готовы воевать, что мы можем струсить, простите, пожалуйста, и вернуться в рабство, Бог повел нас другим путем, приводит нас к нерешаемой нами ситуации. и что он будет делать? Бог говорит каждому из нас стой, смотри, смотри. Стоя у края невозможного, мы хотим также сказать Всевышнему, мы не знали, никто из нас не предполагал, что пойдем этим путем. теперь мы тут с вами у точки, где наша молитва может достичь небес. Мы у всех этих проблем, которые мы могли бы избежать, но Бог нас привел к экономической проблеме, судовой системой, коррупции, разделенным народом, разбитой экономикой и вообще ужасом жизни. И возможно мы забыли, как страдали в рабстве. Возможно мы давно забыли что-то такое быть унижение, презрение, когда тебе в глазах говорили слова, которые вам обидно было слышать. Но дай нам не поколебаться, Боже, стоять и видеть твое избавление. Это касается не только настоящей проблемы страны, это касается каждого из нас. Ваша ситуация, где бы вы ни находились, что бы ни происходило, какая бы ситуация не противостояла тебе, в первую очередь Бог видел с перспективы своей, мы не были на его месте, чтобы увидеть то, что Бог уже предусмотрел. А все, что Он хочет, чтобы мы сделали, доверились Ему и не роптали. Я бы хотел сегодня, чтобы каждый из нас могли бы поддержать общинский пост, стояли в этом проломе за себя, за семьи, за экономику, за Украину, за ситуацию, которую мы проходим. Сегодня не политическая проповедь, но сегодня реальная проповедь, которая касается каждой семьи верующего человека. Это молитва, ходатайство за каждого из нас. Я бы сегодня хотел, чтобы мы на самом деле обратились к Богу, который из невозможного делает возможным. И где наши перспективы оканчиваются у самого крайнего части моря, где кажется сзади враги, которые тебя поработят и уничтожат, что бы то ни было, болезнь, безработица, возможно, развод, либо какая-то другая беда. как она связана нашей проблемой с проблемой страной, правда? Мы продолжаем пост до 30-го числа. Западу выставили неделю на гарантии. Друзья, у нас нет недели в наших проблемах, в наших ситуациях. У нас нету дня. Сзади враг, впереди море. У нас есть вера доверять Божьему слову. А Бог говорит, я буду бороться за Израиль. я буду бороться за Тебя. Ибо так Бог возлюбил Тебя, что Он отдал Сына Своего, чтобы ты положился на Него. Ибо Он понес Твои болезни, Твои проклятия, Твою безнадегу, Твоё давление, Твою депрессию, Твои привычки Он понёс на себе. И Библия говорит о том, что за ту ночь Бог поднял ветер и ветер дул всю ночь и сделалась дорога. Сзади Бог меня оберегает от моих врагов, чтобы мы не соприкасались, окружил меня. А впереди Он делает дорогу не для того, чтобы избежать, а победоносно перейти через Него. Бог сделает это в Твоей жизни. Мы сейчас станем наши ноги. И я верю, что сегодня идет призыв каждому человеку, каждому, даже кто смотрит нас в прямом эфире, поднимись, встань на защиту собственной жизни, своей семьи, своего города, своей общины, своей стороны. Враг не дремлет, где бы ты ни находился, где бы ты ни был, Америка, Израиль, Украина, Россия, в других местах. Друзья, мы можем ошибиться экономически или политически, но помните, война не наша. Он сражается за нас. И мы знаем, что он победитель. Но как Даниилу было сказано, в первый же день, в первый день, когда ты открыл уста своей, я вышел. но у меня было препятствие. И 21 день враг противостоял, но не мог устоять, друзья. Если у тебя есть привычки, 21 день пройти, устоять, пройти этот путь молитвы. Ситуация какими-то работами или семейные, что бы то ни было, возьми противостояние. и увидеть, Бог выйдет навстречу. Поднимая к тебе руки, святые отчи, приходим к тебе Абба, Мелехаула, ты царь, ты отец для каждого из нас. Милость твоя в роды и роды. О, Господь Святый, Святой Израиль. Моя Израиль, Адонай, Элоэйну, Адонай, Эха. Субтитры Семٍ В